Всем привет! Помните, мы разговаривали с вами о том, что в Краснодарском крае, несмотря на то, что здесь всё растёт, там фрукты, да, здесь очень высокие цены, особенно вот сейчас в летний туристический сезон, в курортный сезон, на все эти вкусности. В общем, у нас в посёлке есть люди, которые выращивают клубнику. В центре посёлка женщина продавала по 200 рублей, вот на днях мы видели, а нашли у мужчины, который, ну, частная домашняя клубника, он её поддаёт за 180 рублей, поэтому мы решили больше не ждать, не искать и купить эту клубнику на пробу, потому что как так, сезон клубники идёт, мы чего-то ждём, ищем дешевле, ну, можно сказать, что мы не дождались более низкой цены на клубнику. Сейчас мы как раз к нему поедем за этой клубникой, ну, и покажу, что за клубника по такой цене. Конечно, помимо клубники сейчас уже можно вовсю есть вишню, мы кушаем вишню. Вот она уже поспела. Вкусненькая. Компоты, к сожалению, в этом году мы не поварим, потому что, ну, мало её. А так уже, вот она. Вишня очень вкусная. Для любителей, в общем, кислостей. Я, кстати, люблю вишню гораздо больше, чем черешню. Черешня, мне кажется, какой-то сильно сладкой, а вот вишня, это прям кислинка. Черешня у нас будет попозднее, она уже тоже, ну, цвет у неё появляется, назревает. Сейчас даже схожу, покажу. Вот она, черешинка. Кстати, видите, какой урожай здесь хороший в этом году. Вот эта черешня очень вкусная. Можно сказать, что ветки ломятся от черешни. Крутой урожай, согласитесь. Вообще. Крутой урожай. Мама ушла за клубничкой. Здесь такой конёчек хороший. Лавочка. Даже качелька есть. Посижу, подожду. Ммм, здесь даже баскетбольное кольцо сверху. Вот очень не хватает здесь в степи деревьев. Кстати, вот кто-то спрашивал, что у вас деревьев-то нет. Ну, потому что это степь, здесь деревья сами по себе не растут. Только там, где люди высадили их когда-то, вот если они вырастут, это ещё повезёт, если они вырастут, вот там и будут вот такие вот аллеи. Здесь, кстати, видите, новые дома строят. Очень быстро застраивают эту часть посёлка тоже. Круто. Субтитры создавал DimaTorzok Наверняка кто-то скажет Ой, да что вы там, 180 рублей, клубника это разве дорого? Вот у нас на севере по 750 рублей Кстати, в Санкт-Петербурге клубника краснодарская стоит 500 рублей А турецкая 350 И все-таки немножко мы пожалели, что мы, когда были в Абширонском районе Не купили клубнику, которую там продавали Действительно, там столько было теплиц Очень много теплиц И я для себя вот впервые узнала, что оказывается там выращивают клубнику Я всегда думала, что клубника только Белореченская И еще может быть какая-то, но про Абширонск не знала Здесь смотрите, как круто, даже петухи поют Идиллия, сельская идиллия Покажешь клубничку? Да, покажу О, так она большая Она крупная Это поздний сорт, я сегодня первый покупатель Сколько стоит-то вышло? Ну, мне вот это все положили на 200 рублей Вкусно пахнет, так сладко Еще малину, да, чуть-чуть положили? Еще малину, и у меня угостили черешней Ну все, будем кушать Еще папа у нас сегодня захотел молока Купили козьего молока Представляете? Мама говорит, попробовала, как тебе? Вкусное Хозяйка сказала, как пломбир 100 рублей стоит литр Очень вкусно Своя козочка Ладно, поехали домой, папу, поить молоко Мы иногда покупали просто на рынке, покупали Потом Нам Надежда угощала Да, 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 Надежда нас угощала молочком Из Веселовки Из Веселовки, очень вкусно, да Сейчас еще здешнее попробуем Своё здешнее покупать И причем козочку держит женщина с севера С Ханты-Мансийска Тоже приезжие Ну вроде как сказала, что как-нибудь даст нам интервью, да? Ну да Потому что очень интересно Люди занимаются сельским хозяйством здесь Там у нее козлята, она их тоже кормит молоком козьим И считай близко Не надо никуда ездить Тут же в поселке Попробую клубничку На самом деле Я-то думала, она будет маленькая Мужчина сказал, что она маленькая Это маленькая клубника В общем Ммм Она как мед Она прям сахарная Это очень вкусно Это прям круто Точно такая клубника вообще не сравнится Даже с той, которая выращена на полях Ммм Да Хороша ягодка Ммм Такую стоит покупать Такая стоит своих денег Ммм Реально Она настолько сладкая Ароматная Ммм Наверное Самая вкусная клубника, которую я ела Ммм Вкусняшка И сейчас днём мы решили поехать на море Правда, что-то как-то пасмурно стало И ветер ещё сильнее стал Наверное, на море будет прохладно Ну посмотрим Вкусняшка Вкусняшка Счастливая Счастливая Вкусняшка Вкусняшка Прибыли мы на море, и опять ветер такой, что сбивает с ног. Волны большие. Надеюсь, что вода не холодная. Пришли мы в такое время, когда сейчас все пойдут на море. И все-таки из-за того, что сильный ветер, вода прохладная. Ну, температура такая, что не как в заливе обычно. Все холоднее. Мама даже говорит, ой, что-то я не хочу. Но пошла. Папа первый пошел. Понятное дело, что на теплее, чем в открытом море, но все равно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Д Любови. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Второй раз в своей сознательной жизни буду пробовать козье молоко. Первый раз было год назад в Веселовке, сейчас будет приморское козье молоко. Мама прокипятила молоко, и что вы думаете, да, оно свернулось, хотя хозяйка козочки нас предупредила об этом, что возможно, что оно свернётся. И жирность вот этого козьего молока 5,9%, ну 6%. Буду пробовать, сначала на запах. Ну запах пахнет, как обычное молоко. Оно отличается. Вот это молоко не похоже на коровье. Да, чувствуется, что жирность больше сразу. Не моё, по-моему, это не моё молоко. Мне как-то коровье даже больше понравилось. Хотя родителям понравилось, они сказали, что завтра снова пойдут покупать. Папе понравилось. И со вкусным свежим хлебушком. За здоровье! Вечером такая красивая луна. Я прям вообще обалдела. Уже стемнело, закат. Уже стемнело. Уже стемнело. Продолжение следует...